приветствую всех зрителей моего канала это 22 часть видео прохождения игры majesty выбираем следующую миссию со сложностью мастер столкновение империи это уже эксперт эксперт мастер кстати ну ладно будем идти по порядку ваше личство я рад сообщить что наши новые северные поселения растут и процветают первый сезон сбора урожая в разгаре и наши рынки завалены товарами впрочем есть одна небольшая проблема похоже что некоторые группировки гоблинов и людей крыс стремятся уничтожить друг друга хотя этот факт можно было бы только приветствовать но похоже они выбрали в качестве поля боя одну из наших новых деревень боюсь что в своем стремлении уничтожить друг друга они не оставят камня на камне от нашего поселения ваши подданные умоляют вас принять меры пока их не затоптали толпы этих омерзительных тварей вот еще неплохое дизайнерское решение для создания более менее интересной карты то есть здесь две противоборствующие силы между ними они воюют с нами но при этом если в поле зрения друг друга находятся они они бою и друг с другом от этого кстати очень много меняется потому что часто вот на вас напали силы отбиваться нет придут прибегает вторая враждебная вам сила и они отвлекаются друг на друга второй момент наверное мы тут тоже лучше играть через варваров потому что нужно бегать в разные стороны отбиваться от них с двух сторон но для интереса и затягивания мы сыграем ну что пробуем наверно через добрый да в сторону паладина пойдем а тут уже решили за нас пойдем мы через крипту а через пик там и сначала нужно получить второй уровень так что деньгами когда таверна нужно я понял нужно таверна чтобы рвануть опять же такой себе способ сейчас они прибегут а у меня еще ничего нет потому что я лезу в эльфов вся надежда что не придет скелет потому что у меня сейчас будет эльфы и пошли как-то здесь неудачно здание появилось у меня конечно есть один рынок поэтому как бы кажется что не важно но я хотел еще один рынок ладно не будем рисковать идем мы все же а два второй уровень где вы там ходите пойдем все таки в войска нам очень нужно хром крипте здесь мы сделаем вот так еще рынок надеюсь вставить здесь а если я поставлю там снесу ну щелкайте много раз какой-то раз да вот окажется удачным срочно нам нужна крипта точнее жрицы так что эльфов даже не строю пока не будет у меня полно жриц да я бы мог про рынок построить но если неудачно прибегут враги я не успею его защитить поэтому сначала войска потом потом все остальное опять же если вам нужно какие-то мощные логово уничтожать то очень нехорошо играть через жрицы они медленные но зато для защиты это самый надежный вариант не стоит повторяться да если у вас денег полную вы можете сразу же на тысяч сорок сразу же построить две варварят и сидеть верать и крома то этот вариант даже лучше но жрицы это самый экономный защитный вариант начало сложных миссии если они не на время все четыре жрицы будет со мне всунуть рынок и сразу прикрыть ну вот так можно попробовать стать я понял ребята досветите мне пожалуйста еще один и тут все хорошо да уже скриптами мы отогнемся от любой толпы другое дело может на не удержим чтобы не снесли какое-то здание вот я сейчас поставлю рынок это очень рискованно его могут разобрать но нужно нужно да я здесь было бы очень неплохо поставить этот рынок более-менее прикрыт да здесь очень плохо было поставить войска в смысле гильдию воинов так и сделаем чтобы крестьяне не убежали если хочется играть и не терять и секунды времени это нужно отдавать задание до того как там процентов еще 15 недостроено от предыдущего здания тогда они пилят и одновременно думают что делать крестьяне и нет этой задержки что не останавливается он возвращается пауза между принятием решения услышу ваш приказ присутствует так ребята скидывайте сюда скелеты не всегда могут справиться да воины очень хорошо тем кто их можно призвать я даже не буду строить этих крестьяне рейхоосов здесь негде и прокачиваться хотя здание рубить нет эти воины немного более умные они поэтому будут надеюсь меньше умирать хотя если их прокачать уже уровне 10 конечно рейхоосов страшная сила в принципе вы могли увидеть одну из предыдущих игр где пришел 35 уровня рейхоосов это нереально достичь миссия максимум 20 достигал это для этого пришлось затягивает так скажу игру но увидели насколько он мощен в жизни было под 600 на десятом уровне жизни есть все четыре воина ждем денег что нужно так это воров построить чтобы выманивать деньги вымогать я не смог сделать призы кружи мне не дает денег но приезжая у нас места нет надеюсь жритель справится да хорошо получается войны держит подумирают напор оживите и за спиной работает а здесь напали двух сторон вот он в общем я и все о чем я говорил кстати этой штуке надо избавиться раз они уже меня атаковали и нужны обязательно воры гильди воров надо построить и них там накопилось тут 700 тут 2000 я их уже вымогал быстренько быстренько встроил и рекрутировал новых бойцов так сиди и терпи ну как бы и все больше настоящее по настоящему сложности не будет убирают не быстро но и качаются ух сколько денег пришло куда эти деньги пока нет давайте сначала я получу то что нужно а потом посмотрим да сначала отгрейдимся спиньтесь так давайте все эти жилища которые рядом с нами мы сразу выпили красные как-то мешают меньше я так понимаю так нужно кузнецей построить рядом с бойцами раньше всегда стремился кузнецей построить первый чтобы на 5 процентов стало дешевле потом подсчитал честно говоря смысла мало она себя покупки где-то уже не знаю здание на пятом дороговато я учитываю не только постройка еще и следы нет двух видов оружия плюс начале игры герои не имеют денег настоящему что-то купить кроме оружия пришло уже граню уже они не могут убрать надо заработать сначала кузнецей и получается что спешит кузнецей не стоит не будет а вот уже когда у вас воинов вообще герой нельзя кузнецей воинов хотя да тех кто стреляет или тот кто в холодном оружии потому что магии живицы не покупают когда есть смысл строить кузне именно за того что вы будете эти деньги возвращать назад себе ну да так быстро получаем деньги что стоит задуматься о магическом рынке как я и говорил здесь хочется вот сюда поставить но как-то не получается да все равно поставлю сюда потому что воинов можно призвать на защиту на защиту ну вот спам скелетов он просто все прогулки кто-то прокачался уже такого зверя взял под контроль вендиго неплохо защита отлично он именно в рукопашную почву сильно лучники да лучники смогут его пробить так я думаю стоит поставить деньги у магов она сама строится и даже хотя это все неважно карта маленькая и не очень сложно поставлю башню чтобы защищала мага в комнате это очень удобно крыса тролль появляется маг не хочет хорошо прокачиваться на нибудь на доходе и убивает мага а так они отдают башню которая по ним стреляет стрелами а маг в это время качает не всегда это прокатывает вот тоник скорости до самого надения но когда прокатывает это стоит 5 этих полторы тысячи на башню там что ли маг прокачался на халяву все как бы игра выигранная там уже просто издеваемся хотя вроде бы эти логова восстанавливаются или что судя по всему или не кажется напор как бы восстанавливается что ну давайте ребята не простаивайте да вот как удобно и глиндиде эти сносят башни как говорят в обычном варианте неприятные соперники потому что отзываются сразу бегут воры и их убивают за милую башню как бы чтобы не забыть а вообще-то рано ее еще строить нет у меня мага прикрепленных да мне диггар обрался с башней ну прекрасно еще одна башня появилась возле меня красоты кстати да очень мало а чего я терплю очень мало жизни в башне отлично прокачался до какого-то 3 уровень вот для чего стоит строить башню чтобы они строить башню чтобы они могли прикрыть мага пока он в этот уровень получится опять же говорю можно было бы уже его заканчивать просто ставить везде награды и они госнесли но давайте посмотрим как всегда для чего мы тут разовьемся я специально кстати не сложная карта небольшая не перехожу в этот расширенный экран когда все становится очень маленьким штук на телефонах было лучше смотреть как-то мне ночью много зрителей смотрят на телефон я кстати не люблю это делать если смотрю то пару минут что-то там про политику про кино вот вам ставлю рядом и засыпаю вот эти болтовни да давайте уже не знаю зачем на этой карте используют кольца и давай рыцаря возьмем и все вроде неплохо держались так все давайте сносить а у меня что-то здесь помнят гильдии рейнджеров понятно поэтому почему не исчезает туман войны никто его не разгоняет да вот здесь хорошо рынок рядом пусть не рядом пусть не нужно рейнджерам как я и говорил при прокачке рейнджеры лучше чем воины они изначально лучше но их прокачка просто силы идет поэтому у них урон все время растет у воров нет ну вымогание означает что вы всегда будете играть ой как все тут атакуют назад снесли мне рейнджеров они не родились и 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 дракона, например. Сносите этих уродов. А, еще жилищ у них недостаточно, поэтому вполне возможно они изгенерились, по-честному, без крипта. Да, ну вот если варваров здесь строят, то все намного быстрее. Карта маленькая, ребята рассекают быстро и буквально одной или двумя варварятами вы почти все сносите. Сопротивляются. Умирать не хотят. А вот о чем я говорил. Рейнджеры защищают свою гильдию очень неплохо. Так, лорды, лорды просятся. Кстати, очень хорошо получилось. Как я говорил, если есть возможность, всегда развивайтесь в одну сторону, тогда эти неважные здания и сам замок, которые тяжело снести, будут танковать врагов. О, как маги хорошо работают. Башни отлетают. Видите, мы все. Остались по полу норды. Утойн спины. На тебе еще один уровень. Давайте лорда втыкнем в эту сторону, потому что тут расчистили территорию от этих крестьянских хижин. Как-то мне было удачи, да несчастье помогло. Ой, это плохо. Поэтому не мешало бы. Ну, не хочется, конечно, этим заниматься, ставить арену и воспришать. Вавзолей. Что бы я натыкал бы, тоже уже не нужно. Тогда давайте эту штуку натыкаем. Появится сборщик налогов. Все ускорятся. Деньги будет отдавать. Хотя, как я говорю, это уже все не нужно. Победу мы уже одержали. О, вот они красавцы. Тоже не увидимые какие они красавцы. Постоянно они вижу. Только по-настоящему сложных миссиях экспертных. Где они быстренько достигают 6-10 уровня. Уже видно, насколько они хороши в обороне с этими телепортами. Ну, и когда они уже начинают отзываться на награды, тоже очень круто. Моментально пролетают. Если опасно, вылетают. Сила их прокачивает. Вертка их огромная. Они с кольцами. Еще и зелье она выпивает. Тут может танковать, окруженный врагами стоять. Ну, и это вот у них интересное свойство. Видно, да. У них появляется двойной удар. То есть, у них от силы удар стоят мощнее. Так они его еще два раза наносят. Это почти тот же самый варвар. Только варвар с одного маха удар и брони нет. А у этого и броня, и все. Да, вот он два раза, так будет 22. А у варвара урон быстрее оружием 25. Сейчас посмотрим. Какой-то посох самый лучший. По идее тоже. То есть, 3, 14, да. Даже 28 получится. Единственное, я так понимаю, если враг с броней, то она два раза отнимется, поэтому все-таки по урону не проиграют. Два урона. Накитал все, что можно. Давайте мавзолей. Вот он убьет. Мне было жалко тратить. Так, ну что ж, с вами будем прощаться. С вами все еще красные. Корки, да. Сейчас мы все не будем прощаться. Нет смысла уже настолько дотягивать. А, может я еще успею показать. Не так вот. Я уже не покажу. Ну, будет миссия, где не обойтись без этого заклинания. Вот этого. Браза. Покажу вам. Насколько мощное заклинание именно против массовых атак. не супер сильных врагов. Как я говорил, до минотавров включительно умирает. Здесь снова врага. Все. Ждем, пока наши ребята не разберутся. Что у нас с героями? Вы молодцы, до десятого дошли. Что у вас на десятые вещи вы не покупаете? От влага. Не знаю такого зелья. Тоней скорости, кольцо защиты. Силы минус 9. Ничего себе. Витилек 30. А, пошло усложнение. Постали на проклятие замедления и глупости. Как это было в одной из миссий, когда мы уже почти побеждаем. О, сейчас покажу вам. А тут одна крест. Что же я вам покажу? Хочется именно на толпу накинуть и все. Ну, не отходи. Улучшено или улучшено? А, ну можно еще для интереса смыть. Кстати, стройте как можно быстрее вон пост. Крестьяне, сборочке налогов, все вместе. На случай мне это не нужно. В массу-то так далеко получилось. Ох, а подальше если так, так. Достаю. Посмотрите, какая крутая штука. Все. Один раз, ну это я два раза, потому что крайних не задел. А вообще это просто страшная вещь. А, они восстанавливаются. Так что нужно просто уничтожать логово быстрее, чем они восстанавливаются. И до минотавров включительно. Особенно круто, когда куча минотавров вперед. Как я говорил, начальная виссия проходила. Их можно проходить через... Отстань от мага. Хотя у меня уже есть мазалей. Ой, не дали построить... Дипломатическая виссия. Ждем пока маг сюда появится. Он не сразу появляется. И начальная виссия, как он тебе рассказывал, можно проходить через... Быстрый, как третий уровень заклинаний. Там минотавры нападали. Три заклинания по 1600, то есть он может даже дешевле. В каком-то плане. Да, третий уровень разрождают. Ну, правда, единственный минус. Вы потратили все. А если вы хорошо отбились, то все эти гильдии, даже если вы тратили воинах, они у вас остаются. И остаются прокаченные герои. Эти гильдии разбивались. Так что... Не все так однозначно. Так. Так что, последнее здание. Я так понимаю, сейчас вас снесут и все. И мы опять победили. Нет? Да. Я думал, 30 дней мы будем терпеть. Ну что ж. Для нас уже даже миссии северной территории несложные. Уже хочется экспертов. Хотя тут еще будет миссия мастер хорошая. Башня Исмаил или какая-то. Сейчас посмотрим. Наконец-то наши улицы опять спокойны. Хотя мокрая от звены гоблинов и усеянный пометом крыс. Надеюсь, эти две расы хорошо подумают. Следующий раз, прежде чем проявлять свою бессмысленную агрессивность. А теперь, с вашего позволения, ваше величество, я был бы не прочь принять вам. Так, давайте глянем. Иксмила. Это миссия мастер, но очень хороша. Это, как бы, 30% вот этой миссии. Вашей, видите. Примерно одинаковая у них задумка. Так. Ну, продвигаемся. Мы продвигаемся. Это будет предпоследняя миссия. Вот это. А вот нам вот эти две. Вот это все надо сделать. Выклонить. И тогда у нас откроется последняя миссия. Ну, что ж. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки. Комментируйте. Подписывайтесь. Дэки был очень рад, что я вам подсказывал хитрости механики. Там из них зданий. Про зелья рассказывают. Если кому-то что-то интересно в этом плане. Спрашивайте. С удовольствием расскажу. Все равно скоро мы эту игру закончим. И лет на пять я опять о ней забуду. Как всегда, желаю вам всего наилучшего. Пока.